Всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня буду сеять вербену, поскольку пришло уже время, вторая половина марта, и в принципе можно начинать. Семена у меня профессиональные, из магазина Соло, и я даже решила немножко убавить их количество, поскольку у меня еще есть черенки из магазина Огород Маркет, куда мне столько. Значит, в принципе, вся та же стандартная схема, как и при посеве остеоспермума. Я беру содержимое торфяных таблеток, наполняю контейнер, как правило, это наполовину. Ну и далее просто раскладываю вот так семена, проливаю любой водой. Тут не принципиально, кто-то использует кипяток, но тогда я не вижу смысла, зачем ставить на батарею. Я ставлю на батарею, поэтому кипяток я не использую. То есть у меня тепленькая водичка с добавлением энергена, то есть вот так разложила. И сейчас также путем присаливания я вербену засыплю. Я люблю именно засыпать вербену, потому что, на мой взгляд, она беспроблемно именно всходит без этих шляпок ненужных. Вот, не надо вручную это все снимать. Поэтому, в принципе, вариант именно с присыпкой мне нравится гораздо больше. Значит, после того, как семена я разложила, я их поливаю немножко в тепленькой водичкой с добавлением энергена и шприца. Вот, буквально вот так. И далее путем присаливания я их засыпаю. Теми же распотрошенными, можно сказать, торфяными таблетками. И контейнер у меня, так же, как у остеос первым, отправится на батарейку. Как правило, достаточно трех дней, а даже иногда и двух дней, чтобы всходы появились на свет. Я вам рассказывала, что в этом сезоне я не успела приобрести семена ампельной вербены. Ее всю раскупили, поэтому я заказала только кустовушки. Но череночки приобрела в том же магазине Огород Маркет. Здесь, правда, всего две расцветки. Но посмотрите, как отлично уже выглядит корневая система. Я думаю, что время позволяет, и я ее еще успею начеренковать. Так что буду я в этом сезоне точно с ампельной вербиной. Потому что в том году я ее также отдала своей коллеге по работе. Спасибо, что были со мной. Увидимся, услышимся. И всем пока-пока.